Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 26 глава. «Счастлив муж доброй жены, и число дней его сугубое». В прошлой главе нам пришлось напряжение претерпеть некоторое душевное от того мрачного образа злой жены, которую напечатлел перед нами наставник любомудрый. А вот, давая нам облегчение, в этой главе уже некую особую красоту и благость источают слова его, описывающие жену премудрую и прекрасную. Жена добродетельная радует своего мужа, и лето его исполнит миром, не просто для тела его услаждения, для похвалы его перед другими достойный предмет, но исполняет многие годы его великим миром. «Добрая жена — счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа». Может быть, трудно в это поверить, и многие юноши всерьез настроены на семейную жизнь, а только разводят руками. «Поди, где же ты сейчас найдешь? Не курящую, не гулящую, да хранящую себя». А оказывается, это дар Божий, это доля, которую Господь уделяет не всем, а кому, боящимся Господа. Поэтому настраивай жизнь твою в путях Господних, помни о нем, опасайся в чем-либо огорчить его, действовать против слов и заповедей его, и улыбнется тебе счастье, и будет послан тебе та избранница, которая не разочарует. «С нею у богатого и бедного сердце довольное, и лицо во всякое время веселое. Не от бедности или богатства будет радость твоя, ибо переменчивы времена людские, и богатые становятся бедным, и бедные богатеют, бывает на время, бывает основательно, и во множестве стяжаний печаль для человека. Но если добрая жена, кому в удел досталась, у того всегдашняя радость, и лицо веселое, вне зависимости от материального благополучия его. «Трех страшится сердце мое, а при четвертом я молюсь». Очень важное вступление в следующую мысль городского злословия, кто из нас его способен избежать. Еще не было тогда интернета, но, видимо, город, в отличие от села, еще быстрее переносил всякие сплетни, злословия, потому и ужасает оно человека, и сердце страшится. Возмущение черни, ибо страшен и безрассуден бунт людей безумных и зверонравных, и оболгание на смерть. Все это ужасно, когда кого-либо невиновного так оклеветать сможет враг, что и смертная, возможно, окончание смертельная казнь может быть окончанием жизни его, несправедливая смертельная казнь. И этого немало было в человеческой истории, и этого страшится сердце самого премудрого наставника. Но при четвертом остается только молиться, ибо это превосходит всю меру страха от предшествующих упомянутых трех предметов. «Болезнь сердца и печаль, при которой он только молится, жена ревнивая к другой жене, и бич языка ее ко всем прирожающейся». Если уж возьмется какая женщина, какую другую, ревновать или ненавидеть, то способна языком своим и действиями своими испепелить ее страшное состояние сердца завистливого, гордого, ревнивого. Движущаяся туда и сюда воловья ермо — злая жена, берущая ее, то же, что хватающий скорпиона. Большая досада — жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Не все, наверное, столь опытны в физиогномии или способности различать по движениям лица или помыванию глаз расположение к нечистоте, к изменам. Но, однако, опытный говорит о том, чтобы были мы внимательны и вглядывались бы в навыки женщины смотреть поднятие глаз и век. И сейчас, как раз для того, чтобы эти поднятия век были более эффектными, предлагается очень много способов наращивания ресниц, подкрашивания глаз. Но не это ли имеет в виду мудрый наставник, заставляя нас опасаться всего искусственного, фальшивого в женских поднятиях глаз? Ибо это, говорит он, как раз и является тайным признаком блудных расположений души. «Над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Она сама себя не бережет, а вместе с ее небрежностью к себе есть и небрежность к твоей собственной славе. Она опорочит тебя, опорочивая себя». Значит, надлежит что делать? Воспитывать в строгости, особенно дочерей. «Берегись бесстыдного глаза и не удивляйся, если он согрешит против тебя». Другими словами, кто бесстыдно взирает, тот бесстыдно и действует. Тому и сам следи за тем, чтобы взгляд твой был скромен. «И берегись тех, кто имеет навык взирать гордо и надменно». «Как томимый жажду и путник открывает уста и пьет всякую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и пред стрелою откроет колчан». Такими невинными образами довольно ясно обозначает наставник распутства, той, кто не имеет в себе страха Божьего, чьи глаза бесстыдно взирают и соблазняют тех, кто рядом. «Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его». Рядом с образом порочным тотчас в больший контраст образ жены, достойный, верный и счастливый для мужа своего. «Любезность жены усладит ее мужа, и благоразумие ее уточнит кости его». «Кроткая жена, дар Господа», — вновь повторяет наставник, откуда берется человеку мудрая жена и верная. «И нет цены благовоспитанной душе. Благодать на благодать жена стыдливая, и нет достойной меры для воздержанной души. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее». Вот называют друг друга, влюбленные, солнышком моим. А какие признаки этого солнышка, чтобы оно было подлинно светлым и теплым? «Красота доброй жены в убранстве», — значит, и дома порядок, — «дома ее». «Что светильник, сияющий на святом свечнике, то красота лица ее в зрелом возрасте». Мы помним другой образ иного ветхозаветного пророка, что «золотое кольцо в ноздрях свиньи», то красота для женщины неблагочестивой. Вот о том же и Иисус Сын Сирахов. «Красота прекрасна на святом свечнике». Когда жизнь чиста, тогда и красота прилична. «Что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых пятах». Уж не о пятках в данном случае говорит, об основаниях жизни для женщины и ее благоговейном расположении. «От двух скорбело сердце мое, а при третьем возбуждалось во мне негодование. Если воин терпит от бедности, и разумные мужи бывают в пренебрежении, и если кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч». Живописуя перед нами как образ верной и благою жены, так и образ злой и разрушительный для дома своего, для мужа своего, предупреждает нас добрый наставник о том, что великое негодование Господа на того, кто отвращается от блага и прилепляется к злу, на того, кто переменяется от лучшего к худшему, и таким образом увещевает нас всеми силами держаться в тех добрых порядках, которые надлежало бы нам воспринять от детства своего. Купец едва может избежать погрешности, а корчемник не спасется от греха. Нужно, как купец, мудро приобретать, обменивая меньшее на лучшее на большее, худшее на лучшее, то, что предоставляет нам жизнь сия, ибо в ней как соблазнов много, так и даров божьих много, но тот, кто не может быть добрым купцом, а время и силы свои тратит в корчме, то есть более склонится только к плотским удовольствиям, тот не спасется от греха, и все те печальные последствия, о которых предупредил нас добрый наставник, придут на него как неизбежная расплата.